Приветствую вас! Начать, пожалуй, нужно того, чтобы определить, когда и с чего у вас вообще всё это началось. То есть, я более чем уверен, что всю свою жизнь дыхание вы не контролировали. Вот. Я более чем уверен, что подобные вещи начали с вами происходить спустя только, ну, какое-то время. Вот. Я так думаю. И, соответственно, нужно понять, что это за эпизод, какой это эпизод в вашей жизни был, что привело вас вот к тому, что вы пытаетесь контролировать своё дыхание. Вот. Это первое. Второе. Второй аспект касается того, как и в результате чего у вас возник страх. Страх. То есть, почему возникает страх. А чего именно вы боитесь? Откуда пришла мысль, что вы забудете, как дышать? Ведь вы же не будете, наверное, спорить с тем, что произошло это не случайно и не само по себе. Что до этого были определённые предпосылки. Вопрос заключается только в том, какие это были предпосылки. Что они из себя, эти предпосылки, собственно говоря, представляли. И вот это необходимо разобрать нам с вами, чтобы понять. Значит, я соглашусь со своим коллегой в том, что речь идёт о навязчивых мыслях, о навязчивости. Вот. Но, на мой взгляд, у этого есть некоторые тонкости, некоторые детали. Вот. Именно на них я бы хотел обратить сейчас ваше внимание. Первая деталь и первая тонкость касается того, что навязчивые мысли появляются в результате определённых запретов на то, чтобы думать, на то, чтобы думать в определённом направлении. То есть, навязчивые мысли связаны с тем, что человек, вот как вы, например, да, не может думать о том, что он хочет. Значит, у него не получается думать о том, что он, к примеру, хотел бы. Или не получается не думать о том, о чём бы он не хотел. Вот, в вашем случае, страх забыть, значит, как дышать, связан именно с этим. Вот. И накручивание вас, накручивание, точнее, не вас, простите, а себя, связано именно с тем, что есть какая-то проблема. Конечно, какая проблема нужно выяснять, какой запрет нужно выяснять, но то, что он есть, это очевидно. Дальше. Следующее, что я бы хотел сказать. Заключается в том, что в основе навязчивых мыслей лежит попременность. Лежит определённое желание. Желание, ну, в данном случае, ваше. Чисто ваше. То есть, это ваша, ну, потребность. В чём-либо. Всё, опять же, нужно выяснять. Ибо это прямо вытекает из характера, из природы ваших мыслей. К примеру, почему вы боитесь забыть как мечтать? Почему вообще об этом подумать? Ну, совершенно очевидно, что за страхом. Обещают лишить страх того, что за этим последствий. А последствий за этим что? Ну, соответственно, смерть. То есть, правильно ли будет сказать, что вы боитесь смерти? Ну, если вы боитесь смерти, то страх смерти откуда-то возник? Вы почему-то об этом подумали, значит, вы чего-то захотели. А первичные, первичные желания уже более вторичным представляется сам страх. Поэтому навязчивые мысли, это всегда про определённые потребности, в том числе. Это про определённые желания, в том числе, которые вы себе по тем или иным причинам запрещаете. А дыхание, не дыхание, что-либо ещё, это просто ваш выбор. То есть, это может быть случайный, может быть чем-то обусловленный выбор предмета, приложения вашего желания. Вот, в принципе, и всё. И, соответственно, в таком случае, с учётом вышесказанного, отвечая на ваш вопрос, как избавиться от контроля дыхания, можно сказать следующее, что избавляться от контроля дыхания не нужно. Его необходимо раскрыть, необходимо раскрыть, почему и что вы пытаетесь контролировать, где и в чём вы не чувствуете себя в безопасности, если такое происходит. И, соответственно, обратить своё внимание на эти проблемные составляющие, которые и приведут вас к тому, что вы сможете обрести гармонию и утратить необходимость в контроле своего дыхания. То есть, вот, ну, того, по сути, что вы, ну, делаете сейчас. Это ведь очень забратно, по, ну, по энергии, да, очень тяжело, как бы, так вот. Это же очень тяжело, очень тяжело постоянно контролировать. На это уходят огромные ресурсы, на это уходят куча энергии. Вы не можете полноценно заниматься тем, что вам бы хотелось. Так давайте это исправим. Давайте это исправим. Да, придётся приложить какие-то усилия для этого, но мне кажется, мне кажется, оно того стоит. Вот так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...